Всем привет! Меня зовут Атажанов Тимур и я ведущий YouTube канала Агродвиж. У нас второй оборот выращивания томат. И сейчас, в данный момент, на тепличный комплекс ко мне приехали два моих коллеги. И мы в диалоге, в диалоге интервью будем обсуждать вопросы, которые интересуют вас. Я читаю группу Viber, читаю сообщения под видео. И есть вопросы, которые именно во второй период выращивания вас интересуют. И в данный момент, на примере разоплодного томата, мы эти вопросы поднимем, обсудим. И в диалоге пройдем к какому-то заключению. И давайте знакомиться, кто у меня сейчас в гостях. Так, у меня тут в гостях представители из Запорожской области. Так, у нас Анвар. Привет! Приветствую всех! Рад быть в гостях у Тимура. Спасибо за приглашение, Тимур. Марк, также приветствую всех и хочу увидеть технологию выращивания второго оборота. Очень интересует технология выращивания розового томата, также красного. И много вопросов, которые в процессе диалога хотелось бы получить на них ответ от профессионала канала Аградвиж. Так, у нас это получается, что мы все в Запорожской области, да? Да. Вы с Каменкой Днепровской? Да. Я с Михаловского района. Итак, первый вопрос, который хотелось бы начать, это выбор сорта для второго оборота. Много факторов, которые влияют на выращивание во втором обороте. Это жара, повредители, частые поливы, затенение теплицы. Как подойти правильно к этому вопросу? Вот, в частности, как в этом тепличном хозяйстве, как я выбираю гибриды. Без разницы, первый оборот, второй оборот выращивания. Ну, и так получилось, что у меня есть условия, чтобы вести сорта, там, гибриды испытания. А какие тебе условия, Тимур? Каждый. У меня сорок теплиц, и я, ну, одну теплицу все время, одну, минимум, бывает две, оставляю. То есть это трубная теплица, да, я сейчас на видео показываю? Ну, 10 метров ширина. Да, 10 метров ширина, 50 метров длина, 5 соток. И в этих 5 сотках я все время, по всем компаниям, там, клич так. У нас, ребята, нужно розовый томат. У кого есть хороший? Они там, кто участвует? Такая фирма, такая, такая, такая. Там некоторые отказываются, нет, мы не потянем, играйте сами. А некоторые говорят, что, я уверен в своем гибриде, и мы испытываем. Все время, там, плюс-минус 8-10 гибридов, там, я смотрю, потому что все время нужно находиться в поиске лучшего гибрида. Наша цель какая? Наша цель не выращивать там какой-то один гибрид, который спокойно веков выращивается. Наша цель все время искать лучше. Например, у них есть какой-то классный гибрид, и нужно все время быть в поиске. Потому что вдруг будет какой-то более технологичный, будет который устойчив к заболеваниям, к там, перепалям. То, что как раз обсуждалось, да, в вопросе, что какие-то есть селекционные уже, да, устойчивости, которые заведомо уже секреционерные. Ко всем, к вирусам, ну, ко всем этим нюансам, вот сейчас, да, боли с вирусами. Я знаю, что, когда я начинал выращивать, у меня были другие гибриды, и болели вирусом. Сейчас вот поменял, смотрю, что, да, вот, когда у меня было в теплице 8 гибридов разоплодных, один заболел, там, другой, там, стоит норма, то есть. И потом уже среди, среди лучших, да, вот я смотрю, который, там, будет устойчив ко всем этим неблагоприятным факторам. Мы теплицу, например, да, говорили о затенении. Мы покрыли краской парасолик, да, затенили ее. Сейчас она не смывается, сейчас нехватка солнца. И кто здесь более будет устойчив к этому, ну, что сейчас будет влиять на окрас плода, чтобы он был окрашен хорошо. И во всех этих условиях, которые есть у нас, мы выбираем гибрид, который подходит именно под наши условия. И еще один момент, самый главный, выбор гибридов, там, разоплодный, красноплодный, ну, не имеет значения, ссылаемся на конечную цель. Конечная цель, это его нужно продать, реализовать. И мы вот работаем официально, продаем основной объем, то есть мы всегда готовы продавать на сети, сети магазинов, ну, то есть АТБ, сельпо, метро, и поэтому товар должен быть в качестве. А какие там критерии, там, размер, там, вес, там, выровненность, вот, что там? Критерии, ну, я знаю, что, ну, он должен быть однородный, там, от, от 6 сантиметров в диаметре до 12 максимум, то есть он, там, не должен быть максимально, там, большой, он должен быть, там, без каких, там, либо повреждений трещин, то есть там маленькая, когда там трещина, там, когда бывает, когда там переливы, не переливы, ну, то есть это уже идет как некондиция, то, что можно где-то перенуть, спрятать, где-то не проходит. Это всегда минус, это минус процент, либо могут вообще машина вернуть с товара. Марк, а у вас, как на рынке в Одинской оси, у вас там такие требования проходят, или более мягче контроль? Требования более лояльные, но основной параметр это качество помидора, это полнота окраски, это однородность размера и принадлежность к какой-нибудь торговой сети, либо это рынок свежих овощей. То есть эти тоже присутствуют, да, на рынке? Да, от размера томата варьируется и цена, также рынок свежих овощей требует кровноплодные томаты, а сети требуют более средний томат. Да, в принципе, каждый выбирает гибрид под свои условия. Было такое, что когда был хороший рынок в России, чем крупнее, тем лучше. Это вообще было там, ну, типа, надо самый большой. И оттуда еще пошло, да, вот это тукать. Носик. Да, носик тукают, когда опыляют гормонами, да, там, типа, больше растет. Сердцевидная форма там, или... Да, 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 вот это. А сейчас это отходит, мы сейчас все... Ну, рано или поздно мы придем к тому, что будем продавать все на сети. Надо быть к этому готовым. И уже... Вот, сейчас больше... А почему то, что рынок сетей больше развивается, интенсивнее, а рынок такой стихийный уходит на задний план? Или ближе просто сети стали к конечному потребителю? Вот... Что сети стали ближе, это точно. Потому что АТБ сейчас почти в каждом районном центре есть АТБ. Ну, то есть это... Ближе. Раньше был супермаркет, где нужно было ехать на лошадях 3 дня. А сейчас это находится выше, у тебя уже это все есть. И максимально все заняты. Все идет к тому, что... Кстати, все фастфуды, быстрое питание, все это... Ну, нет у людей времени. У людей есть время там 20 минут после работы зашел, супермаркет, скупил, что тебе нужно? Два помидора, один огурец, картошки, хлеба и пошел домой. То есть нет времени находить по рынку, торговаться, скориться с нитратами там, оно или... Или выросло там у бабушки на огороде. То есть... Все бежит. Так что вот так. Спасибо за ответ. Но все-таки с выбором сорта определились. Теперь нужно определиться, это будет красный томат, либо розовый. Чем руководствоваться при выборе томата розового, либо красного? Какой выбор? Когда выращивал я впервые, у меня было все красноплодным томатом, потому что считаю, что он его более проще выращивать. Он менее подвержен там растрескиванию. Ну, то есть томат, красный... Ну, есть гибриды томата, которые на любого агронома. То есть там... То есть плохие выращивания очень проста. Да, делаешь плохо, все равно будет средний результат. То есть на любого агронома. И у меня получалось, как ни странно, это выращивать. Потому что был любой агроном. А потом, когда начал учиться, понимать еще к чему, и... Давай уже в ассортимент заведите розовый томат. Сейчас у меня там на равных процентах в доле по площади розовый и красноплодный. Почему? Потому что, опять же, рынок сетей, им нужен ассортимент. То есть зайти чисто с одним томатом, по примеру, а красноплодный. Они там, ну, если хочешь заходить, то давай и красноплодный, и розовоплодный. То есть там, если есть там череп... Тоже нужно... Ну, у тебя было видео, да, на канале, там, 50 оттенков розового в этом году. Да. Кто не видел, можете посмотреть. Да, это там... А это была как раз теплица, там, где была коллекция розоплодных томатов. Там была... Ты, наверное, оттуда, да, томат для второго оборота подобрался? Ну, там, томат для второго оборота. У меня сейчас Pink Crystal. Я его уже смотрел, его смотрел полтора года. То есть у меня был в прошлом году, во втором вороте. В прошлом году был в первом. И вот в этом году у меня был тоже в первом обороте. То есть чем он выделялся, качеством плода. То есть когда приезжали там представители других фирм, смотрели свои томаты и для контроля брали там некоторые другие фирмы. И что, вот этот нужно выращивать, у него классный плод. А как растение? Растение в норме. Все, значит, конечная цель – это продукт, ради которого мы работаем, это сам плод. Он первосортный, то есть на сети в любой момент можно продавать. Марка, а как вот тебя с твоей практики? Ты сталкивался с Pink Crystal? Да, в практике был Pink Crystal. Томат очень высокого качества, но имеет свои особенности при выращивании. Особенность заключается в управлении растением. Pink Crystal – это вегетативное растение, которое нуждается в непрерывном обрезке листвы. Также томат нуждается в стимулировании опыления, так как Тимур сказал, томаты розово-плодные требуют большего внимания. Если красный томат имеет простую технологию выращивания, то к розовому томату нужно прийти, нужно уметь управлять растением. И мы видим прекрасные растения у Тимура. Хотелось бы услышать его рекомендации по выращиванию. Если взглянуть на растение, то оно ничем не отличается от красного томата. Мы видим прекрасную загрузку, однородный размер, цвет говорит сам за себя. И мы видим растение сформировано, на нем удалялся лист. Хотелось бы услышать, как это происходило, для чего это нужно, в какой период это делать. И самое важное, сколько листов убирать за один раз. Так, ну, такой обширный вопрос. Давай по порядку. Пин-кристалл и что мы с ним делали во второй оборот выращивания. Как мы такое получили? Что такое получить? Изначально растение вегетативное, то есть оно не жалуется на нехватку листа. Это растение, да? Это означает, что при старте, когда зацветает перлокисть, нужно уделить сильное внимание, чтобы растение загрузилось. Чтобы, ну, если мы перлокисть не завязали, не опылили, то растение не чувствует нагрузку, и оно начинает жировать гораздо сильнее. То есть, кого-то силы девать нужно, и растение беспокоится о своем потомстве, о семенах, а их нету, и растение начинает нервничать и занимать пространство вокруг себя. И начинает жировать, сделать запас сил на будущее, какие-то условия, которые опять там не дадут растению зарязать вторую кисть. В данных теплицах, во всех гибридах, что у меня есть, происходило опыление. Опыление мы проводили путем, ну, то есть, томат, это самая опыляющаяся культура. То есть, он сам опыляется. Ну, и томату нужно помогать, поддерживать влажность. Условия. Да, условия. Поддерживать влажность и еще пользоваться тем моментом, когда теплические мотали растения, пасынки мы, да, вот, когда все ломали, да, вот, это проходило, ну, это было растение, была встряска, рибрация, потому что его там трогали и мотали. Здесь происходило, ну, естественное, опыление. И плюс, каждый каждый день я работал препаратом Максикрупсет, от Валаха вроде бы, да, этот препарат продлевает жизнеспособность пыльцы и само цветка. Стимулирует цветение. Стимулирует цветение, то есть, увеличивает шанс завязанности. Анвар, можно тебя попросить, чтобы ты снял крупным планом, посмотреть, как эти препараты влияют на завязь. Это мы видим шестую кисть, которая завязана. Также можно взглянуть на все кисти на этом томате. Ну да, прекрасная загрузка. Плод однородный. То есть, оно не меняет форму плода, да, получается, то, что мы говорили на сети, да, получается. На Максикрупсет я попробовал впервые, ну так, чтобы им плотно съесть. В первом обороте пробовал, что-то мне немножко были сомнения. Ну, а там, я смотрю, у тебя шмели на заднем плане стоят. Шмели, у меня вообще, вот, да, весь объем томатов. Обычно я перец томатом делил, у меня все томатом. И у меня на 2 гектара работает 6 человек, 6 тепличниц. То есть, это мало. Чтобы подвязывать томаты и там, лист ломать, да, и хватает. А пыление, это занимает очень много времени, и мы бы не успели. Купил шмелей, и в помощь шмелям купил Максикрупсет. Но, дело в том, что теплица у нас 50 метров, посередине клапана нет, не хватает проветривания. Да, вот. Так выглядит теплица, клапана нет. Высокая жара, и шмели особо не летают. Ну, то есть, они... В тоннеле не все условия созданы для шмеля, поэтому нужно оптимизировать обработку гормонами, в помощь обработки шмелям. Шмель работает при определенных климатических условиях. Это влажность, температурный режим и проветривание. Да, не выше, не выше, вроде 32 градусов, именно с самой поверхности. То есть, как находится жировая плита. Среда обитания цветка. Да. Хорошо цветку, хорошо шмелю. А когда здесь в теплице заходишь 50 градусов, то есть, это... Во-первых, не каждый гибрид выдержит в таких условиях. И... Ашмель... Так точно. Там бедня и сидели в этих уликах, жужжали все время, охлаждали их там... С работу ты особо их не видел, да? Они где-то там включались, ну, как бы... Да, первую кисть они вообще не трогали, они там где-то кущи, но начали включаться, считаю, где-то с третьей, ну, так это было все очень... Я все время приезжал сюда, что там о шмеле есть, где-то один был, или летал, то есть, один шмель на 2 гектара, ну, сюда очень сложен, успеть все сделать. То есть, как макси-крупп-сету, да, ну, такое, немножко дороговатое дополнение, получается, шмели. Да, да. Не дешевое удовольствие, насколько я знаю, экономику. Это у нас был как индикатор того, что здесь можно находиться... Ну, они живые были, то есть... Органическая продукция. Да, это означает, что они не живые, короче, люди уже дешевые начались еще. Итак, мы услышали о выборе сорта, мы услышали о формировании растения, о полении, о формировании плодов. Теперь возникает вопрос о густоте посадки растений и схеме посадки. Сколько растений на квадратный метр, какая схема посадки? У тебя всем растениям достаточно света, хотя внешне кажется, что растения загущены. Как же правильно подойти к посадке растений?